здравствуйте меня зовут ирина шайтова я создаю украшение сейчас я делаю украшение с розовым кварцем и принятым и бисером получается вот так и сегодня видео я хочу пояснить некоторые моменты как сделать колье вернее как колье делаю я потому что колье можно сделать разными способами как вы делаете это неважно важен результат чтобы получилось красиво я расскажу несколько своих наработок что пришло с опытом и на данном этапе видео будет не окончательным где-то я сниму вторую часть может быть даже третью потому что колье еще на полпути еще какие-то элементы спорные я не знаю будут ли они в колье как они будут дальше обыграны останутся ли они в таком виде или нет в этом видео вы узнаете почему розовый кварц такой яркий как сделать чтобы совершенно симметрично относительно своей оси располагались все элементы но еще много разного полезного для тех кто хочет делать подобное украшение здравствуйте меня зовут ирина шайдова я создаю украшение сегодня я начинаю делать колье колье у меня будет из камней вышита бисером и хочу некоторые моменты пояснить уверена для тех кто хочет создать что-то подобное эта информация будет полезной и так как сделать колье колье бывают разные вышивки бывают разные я сейчас на примере того как я буду делать достаточно с крупными камнями покажу как это делаю я понятно что колье бывают разные и метод их сборки может быть тоже совершенно разнообразный я покажу вам один из способов как буду делать я отличительной особенностью этого колье является то что оно будет собрано из камней камни достаточно массивные и я буду делать его на фетре так как я сейчас нахожусь на даче какие-то моменты деревенские и возможно какие-то посторонние звуки могут появиться но надеюсь что все будет хорошо видно и понятно и так для того чтобы сделать колье понятно надо продумать что вы хотите сделать от чего отталкиваетесь если у вас какой-то рисунок потому что можно убрать эти камни можно убрать эти камни нарисовать рисунок и сделать какую-то вышивку вырезать да и будет уже колье но у меня не было эскиза у меня было два цвета камней это розовый кварц и принит в конце видео вставлю где я искала какие-нибудь кабошоны или бусина розового кварца кому интересно посмотреть из чего я выбирала тоже в конце видео можете это все увидеть и так с чего я начинаю я в зависимости от того какого цвета у меня камни светлые они или темными какой бисер я буду использовать я выбираю фетр фетр у меня корейский тонкий один миллиметр и он очень пластичный он не ломается он пластично сгибается и можно моделировать какие-то моменты но сейчас я не об этом корейский фетр нужен так но и так как в камне у меня светлая фетр я взяла белый потому что в зависимости от того на какой фетр мы положим наши камни они приобретут тот или иной оттенок то если мы положим на белый фетр камни будут светлее если мы положим на черный фетр светлые камни то они соответственно будут темнее иногда нужен такой эффект иногда нужен другой в этот раз я выбрала светлый фетр я выделила рабочую поверхность которая ну примерно по максимуму мне понадобится для колье понятно что для колье мне может быть понадобится совсем маленький участок или я вообще все камни сделаю отдельный потом их закреплю у меня пока нет никакого четкого плана как я буду делать но я вот эту рабочую поверхность ну примерно 20 сантиметров расчертила карандашом на квадратики с шагом в один сантиметр но здесь 20 но здесь у меня наверное 30-40 получилось неважно сколько получилось дальше вот это у меня горловина как я выделила линию горловины по размеру очень хорошо подходит обыкновенная блюдце прикладываете блюдца обводите его и и все и готово можно это вырезать вот это будет примерно укладываться по шее если вы хотите чтобы было пошире соответственно отступите какое-то расстояние да и вырежьте паши пошире не примерно так будет хорошо и так дальше я начинаю подбирать материалы у меня задумка была на розовый кварц и принят я раскладываю как бы я хотела эти элементы которые у меня есть как бы они шли то же самое на этом этапе еще не факт что все останется на тех местах и будут те камни использованы которые я сейчас выкладываю возможно больше все по-другому но основная идея 1 вот этот вот шаг он просто необходим него надо представлять голове на уже потом по походу можно чего-то отказаться или что-то добавить вот я хочу чтобы моё колье слегка уходила на шею и сзади наверно будут бусы пока я думаю так но на всякий случай я вот выложила еще побольше здесь есть просто ко мне допустим вот это кулон с отверстием я его закрою бисером здесь есть кабошон и отличного качества которые строго по размеру с ними работать удобнее всего и есть просто бусины которые были на нити который будет сложно в общем-то обшивать но при желании тоже можно все аккуратно сделать дальше я думаю что будет примерно так и примерно вот так вот такое вот колье у меня должно быть возможно останется только вот эти центральные три или пять элементов потом я капельку подвешу возможно закруглю туда и уйдет туда принят на шею но так как это бусина можно будет просто сделать бусами до вверх делать центральную часть тоже об этом подумаем дальше потом надо подобрать какие-то еще материалы с которыми мы будем работать первую очередь это конечно же бисер на потому что от того какого цвета будет бисер в ту сторону склониться все это украшение так вот у меня тут под рукой еще белый стержень белой гелевой ручки если бы был черный фетр да я бы рисовала белой гелевой ручкой очень удобно вот если фетр чуть-чуть темнее на котором видно белая ручка я гелевой ручкой рисую вот эти вот квадратики дальше подбираем бисер надо сразу понять какой мы хотим фурнитуру делать это будет золото серебро бронза что мы хотим в этот раз я хочу сделать именно золотом почему потому что я уже делала похоже колье с похожими по цвету камнями они были золотом и мне очень понравился этот эффект потом какой-то бисер который похож на розовый кварц надо найти и поддержать бисером цвет розового кварца меня сатиновый бисер это тоха очень красивая и тут есть градиент по цвету есть самый темный чуть светлее и совсем светлый тоже эту разницу в цвете можно использовать в украшении будет интересно смотреться основной тон у меня будет зеленый в предыдущем украшении я использовала вот этот вот бисер это миюки 2008 по моему вам на камеру лучше видно чем не очень красивый оттенок бисера но у меня остатки понятно что мне никуда этого не хватит есть похожий по цвету вот так как я в деревне у меня нет дополнительного освещения конечно вам не очень хорошо видно цвет в общем я подобрала зеленые которые похожи по цвету ведь вот этот вот такой да не такой на камеру вот это вот прям зелень зелень видно гораздо ярче чем есть на самом деле и поэтому когда потом будешь фотографировать украшения вроде как ты сделал да и все хорошо смотрится камеру берешь вот эта зелень она прям вылезает на первый план поэтому даже сейчас глядя вот на этот бисер я его сразу уберу потому что мне нужен оттенок скорее вот такой вот но еще вот это тоже я думаю что возможно я буду использовать бисер вот это все дорогие сорта бисера это делико миюки 2190 возможно его отличается естественно оттенок цвета этого зеленого и принято и так как это у нас в общем то одно отличие такое до розовый кварц тут будет совпадать я думаю что все должно быть хорошо надеюсь на это выложила еще вот этот мой любимый просто очень любимый бисером него всегда много тут наверно пачек 6 в этой колбе вот это прям целое состояние кто не разбирается да скажет ну что такое бисер на самом деле это все прям это все прям но совсем недешево стоит и вот этот бисер я просто очень часто куда добавляю к сожалению на память я его не помню эта бумажечка с цветом у меня внутри не видно вот очень красивый так и дальше я подбираю какие-то какие-то какой-то материал до который может не пригодиться в этом украшении возможно я сюда добавлю жемчуг очень красивая тоже предыдущая я делала с добавлением жемчуга и соответственно можно взять жемчужную стразовую цепочку еще мне есть такой стразовая цепочка она просто мизерная просто мизерная с опаловыми стразами под розовый кварц которая тоже будет хорошо смотреть и она немножко насыщение вот это задняя страну если я переверну она будет подчеркивать эту розовость розового кварца вот так вот в зависимости от того что мы используем рядом будет это бисерли насыщение или стразовая цепочка в общем можно вот этот розовый цвет также подчеркнуть еще я взяла вот такие этот фианиты тоже очень красивый зеленый цвет возможно тоже где-то буду использовать возможно нет не знаю но чтобы было перед глазами и если мне захочется в процессе работы но я сочту что что-то не хватает я этот зеленый тоже капну в украшение и украшение засияет новыми красками и с этой же целью я еще выбрала вот такую стразовую цепочку которая с одной стороны зеленая а если с другой стороны перевернуть и на розовое такой вот эффект возможно будет красиво возможно нет узнаю как вам показать она с одной стороны зеленая с другой смотришь на такая розово-малиновая очень красивый цвет но не уверена что будет смотреться еще когда я начинаю делать украшения у меня есть отдельно естественно камешки розового кварца это уже бусину принято я могу взять я могу сделать какой-то кулон небольшой и на этом кулоне уже разработать комбинацию с комбинацией бисера какой с каким будет хорошо смотреться и цепочка нужно или нет красиво или нет то сделать небольшой кулончик который тоже использовать в украшении если будет удачное сочетание по цвету потом это перенести на уже большое изделие на колье потому что здесь много работы и конечно хочется чтобы все сложилось еще вот на этом этапе когда я делаю фотографии с подбором материала я выставляю часто свой телеграм канал ссылка кстати на него под видео и мне многие пишут что ирина мы бронируем мы уже хотим купить я никогда не продаю то что я еще не сделала потому что я не уверена вообще что у меня получится конечно мне хочется чтобы было как можно лучше но получится может по-разному поэтому я сначала делаю потом смотрю на это украшение а потом уже оцениваю его иногда я делаю очень долго затрачено очень много материалов очень много времени очень много труда и мастерства но украшение не вышло вот что-то не то не так сидит не так лежит не так смотрится что-то не то я могу его просто отложить стороны я редко распускаю украшение потому что мне сама работа очень ценна важно пускай лежит как напоминание или же я могу его кому-то продать чтобы просто покрыть расходы на материал но если украшение складывается хорошо все отлично сидит лежит и смотрится конечно это украшение я ценю как положено ценя свой труд мастерство умения и знания еще такой момент розовый кварц да он у меня не тонированный розовый кварц как есть так и есть и поэтому чтобы усилить цвет у меня было несколько кусочков фетра разных несколько кусочков фетра разного цвета и я на каждый кусочек приложила свой розовый кварц и посмотрела какой оттенок розового меня больше мне больше нравится да вот какой я решила что мне лучше всего подойдет вот этот ведь он прям с ним становится таким глубоким розовым я буду отдельно вышивать вот этот элемент на этом кусочки просто обошью его пока и посмотрю что надо так также можно моделировать если нам надо чтобы вот этот элемент возвышался над всеми остальными на как бы вперед выдавался а вот эти немножко уходили туда в глубину то можно приклеить допустим на один кусочек фетра обрезать по периметру приклеить на другой опять приклеить на 3 тем самым за счет каждый слой фетра это миллиметр нарастить эту высоту это можно сделать после того как уже будет все обшито вырезано а потом только приклеить 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 и общем будет такой большой элемент который потом надо будет закрыть как-то вот эти слои но это уже дальше я не знаю буду ли я так делать поэтому я вам даю такую наводку подсказку что так можно сделать если я буду так делать я покажу вам в общем как это на практике так и еще можно сразу можно сразу пришивая элементы вот сюда делать колье на уже у тебя вся разметка есть и все четко тут разложить на вот и сразу на одном листе фетра делать колье я делаю не так я делаю отдельно все элементы отдельно а потом их пришиваю сюда или не пришиваю потом соединяю их между собой то же самое пока не начнешь думаешь одно как получится неважно надеюсь я вам еще что-то покажу что у меня будет получаться так как это дело совсем не быстро возможно покажу потом следующем видео начинаю работать с центральным камнем розовый кварц эти какой неправильной формы сложно сложновато его будет обшивать отверстие есть если она не закроется обшивкой я прикрою бисером это отверстие и теперь я вырезала вот такой участок я извиняюсь у меня здесь нет ни штатива не освещение и возможно не очень хорошо будет видно вот но я примерно по два сантиметра оставила со всех сторон не знаю понадобится ли они мне но когда я обошью я посмотрю возможно я пришлю какие-то бусинки или с разовую цепочку или какой-то элемент сюда из фурнитуры поэтому я всегда оставляю на всякий случай зазоры со всех сторон так как я но творю можно сказать сходу никакого продуманного плана у меня изначально нет и так я приклею на гель момент вот на такой и начну обшивать бисер я заказываю магазине мелодия бисера ссылка на этот магазин всегда у меня под видео и по моему промо-коду шайдова у вас будет пять процентов дополнительная скидка так но и так как так как этот надо заказывать сделаю с тем что есть и скажете что очень странная до сочетания зеленый вот такой вот прям сильно сильно золото розовые на общем все вроде как из разных из разных совершенно историй но я вот нашла я нашла здесь вот посмотрим видео где я очень похожий камень розового кварца делала эти как красиво получилось и так как у меня потом колье было все нити зеленую вот это подложка дальше уже пошел сатиновый бисер вот такой не там был градиент по цвету от темного к светлому вот поэтому вроде как с первого взгляда иногда кажется что не идет на самом деле всегда надо все пробовать возможно потом все выстрелит то колье которого мне уже было сделано и по мотивам которого я хочу это сделать хотя уверена что получится что-то другое очень сложно делать что-то одинаковое час я поищу она у меня должно быть ты это ведь и что же делала я люблю делать сказать колье с камнями мне нравится что-то изобретать здесь тоже был бисер не было от них папа то что лежала на столе с тем решила сделать украшение и вот получилось в итоге такое тоже видео где-то на ю тубе у меня есть когда я делала именно вот это колье а то у меня получилось и жану и же ты где где-то и где-то и где-то и наверное буду искать у меня весь телефон в украшениях представляете сколько украшений я сделала как с вышивкой так и без вышивки долго было вот у меня еще есть видео где я демонстрировала это украшение на себе эти как получилось вот она по моему ставить свою новую работу это колье с розовым кварцем и принитом это розовый кварц и принит это все натуральные камни обшиты японским бисером оригинально вот так они скреплены и здесь каждый элемент он подвижный и поэтому очень удобно и хорошо она укладывается и соединены в такую форму как мне кажется очень красиво которая укладывается по шее спускается в линию декольте и поэтому очень удобно и хорошо она сидит на теле ну вот в общем это я рекламирую свое колье еще одна тема что очень важно еще подать свои украшения да сделать это и сделал но это даже не пол работы сделать основная работа это показать найти чтобы люди захотели смотреть твои украшения рассказать о них поэтому если вы что-то делаете обязательно заводите соцсети обязательно показывайте рассказывайте как вы это делаете это вызывает интерес и вместе с мастерами которые которым это необходима информация к вам придут и заказчики придут ценители потому что есть люди которые любят ценят ручной труд идею мастерство есть люди которые просто охотятся за такими украшениями поэтому когда ты сделал украшение естественно большая работа еще и отфотографировать его и возможно продемонстрировать его на себе мне тоже часто пишут что демонстрируйте все украшения на себе но это это невозможно потому что я не модель и любая демонстрация это немножко при я превозмогаю себя мне не совсем комфортно это делать ну ладно все общем я сейчас приклею камень и потом буду обшивать его два ряда точно зеленого и один ряд золотого и буду держаться вот этих вот линий потому что этот камень вот здесь шире вот здесь уже и и мне надо сделать так чтобы оплетка была красивой но вместе с тем не к собой чего то есть мне где-то надо чуть-чуть расширить эту оплетку где-то чуть-чуть ближе камню взять но чтобы примерно получился получилось правильная форма все это конечно же с опытом все легче и легче получается всегда первые разы когда ты это делаешь прям я помню как я начинала обшивать у меня ничего не получалось бисерины были в разные стороны но через это надо пройти и когда раз два три 4 5 ты сделаешь потом будет уже не так трудно следующий этап уже начинает что-то вырисовываться да уже красота но на самом деле все эти элементы они лежат отдельно просто выложены на фетр что я сделала я обшила все камни которые буду использовать в колье бисером подобрав при этом то обшивку которую мне кажется лучше всего смотрится вот на самом деле это тоже очень важно закроем мы вот этот вот камень выдвинем ли мы его на первый план или он нас будет в одной линии лежать у меня вот этот вот камень он будет как бы приподнят от того какая бисерная обшивка тоже очень много зависит вот допустим у меня был вот такой вот вариант до который должен был стоять вот здесь но он тогда бы приковывал к себе внимание вот этот вот вариант у меня был слишком большие слишком большие такие как глаза получились элементы поэтому я их убрала и сделала гораздо скромнее бисерную обшивку меньшим размером бисера и выдвинула при этом камень вперед они бисер точно так же я поступила и с центральным элементом как бы растворила этот бисер да видите как он у меня из зеленого постепенно здесь кстати два оттенка бисера который практически не виден между золотыми бисеринками в тон розового кварца один потемнее второй совсем светлой и получается как будто золотые бисеринки они просто парят на розовом кварце и еще такой момент про который я уже говорила видите насколько ярче стал розовый кварц и насколько ярче стал принят и они были приклеены к фетру яркого цвета который помог этим камням выиграть в цветности вот и поэтому розовый кварц и такой розовый розовый хотя он был вот такой как вот эта капелька и принят гораздо зеленее вот я хотела добиться этого эффекта если такой эффект не нужен то можно сделать или в тон камня или на каком-то светлом но об этом я уже говорила ранее я определилась с количеством элементов скорее всего так оно и останется еще у меня под вопросом правда вот эти два небольших принято на окончании я посмотрю нужны ли они когда я уже соберу вот это насколько они заходят в общем нужны или здесь я сделаю бусы но основная центральная композиция у меня будет такой и теперь мне осталось только собрать все это вместе это самые ответственные этапы на этом этапе все можно запороть и все не получится вот так вот долго долго ты стараешься трудишься и в итоге все может не сложиться так и что можно конечно но во первых у меня все вот эти элементы они без изнанки можно каждому сделать сейчас изнанку боковушки все обшить бисером от того какого цвета будет общая обшивка это сразу придаст цвет направление украшению я решила сначала я хотела сделать светлую обшивку я взяла светлый фетр у меня был бы допустим светлый белый бисер и белый фетр на одно другому не мешает все хорошо но потом я все-таки решила что буду я зеленым обшивать хочется мне не хочу я белого сюда сильно добавляйте так тут стразовая цепочка жемчужную пришита тут пришита жемчуг возможно я добавлю вот так который постепенно уходит 10 миллиметров 8 миллиметров 6 миллиметров размер уходит туда на на шею все меньше и меньше становится то есть у меня перекличка жемчугом есть но если я сделаю белую окантовку мне кажется что мое украшение проиграет мне хочется добавить какой-то внятности в украшение какого-то контраста вот я решила что я буду делать что я буду обшивку делать зеленым бисером который кстати у меня закончился и я вот заказала мне маленькая остановка в процессе когда получу бисер я вам покажу и что я получила и и вы посмотрите как будет смотреться зеленым бисером вот на каждом этапе когда ты только выложил камни вид 1 когда ты обшил камни вид 2 когда ты потом все это вместе закрепишь вид будет совершенно 3 ну и как закрепить можно каждый элемент окончательно доделать приклеить на кожу зашить вот эти боковушки и потом с помощью нити фарлайн прикрепить их вот в этих местах через бусины или же просто друг другу в общем пришить аккуратно считая бисерины чтобы все изгибы были ну примерно вот на этой линии до чтобы они хорошо лежали вокруг шеи сложно ли это задача это сложная задача и я иногда поступаю по-другому я на фетре черчу сразу вот этот круг для горловины и пришиваю элементы к общему листу фетра я пришью сейчас только на зеленый фетр центральные элементы от него буду уже плясать у меня на самом деле здесь есть ось центральная и от центрального элемента я пришью сначала вот это потом под ним элемент на него пришью я использую здесь это не стразы это фианиты очень красивой расцветки вот я как-то закреплю этот фианит возможно тоже обыграю здесь использую видите металлическую фурнитуру всего три элемента больше мне в этом украшение не надо но иногда наоборот и металлический элемент делают погоду поэтому чем больше материала тем интереснее может получиться пришью постепенно один за одним те элементы которые у меня уже точно будут да и вырежу возможно сначала приклею если мне это надо а потом только по периметру пришью и вырежу потом то есть у меня вот этот бутерброд будет еще больше понимаете то есть здесь фетр еще один фетр будет и чтобы это закрыть конечно нужен бисер большого размера но большого это какого восьмерка потому что 11 размер бисера не закроет несколько слоев фетра и плюс еще изнанка это будет натуральная кожа которая тоже еще где-то миллиметр придаст объясняю пока на словах возможно путана но если у меня будет возможность на том этапе на котором будет уже все пришита я вам покажу такого метода на самом деле я нигде не видела и можно сказать что для себя самой я его изобрела сама исходя из своего опыта сборки колье я сделала несколько колье таким образом и мне понравился результат эффект почему потому что гораздо легче имея вот эту сеточку шагом в один сантиметр все элементы очень симметрично расположить понимаете не ничего никуда не сбивается и оплетка больше ли она у тебя меньше тоже ли ты плела или нет в общем от этого же тоже очень много зависит когда мы крепим элементы то тут нет мы просто пришиваем придерживаясь вот этих ориентиров которые мы расчертили на словах я вам пояснила ну а как потом будет получаться тоже покажу вам иногда я делаю только вот эту часть до пришиваю на общий фетр а вот это уже все креплю отдельно иногда нет в общем все это в процессе работы потом будет вырисовываться по мере того как я сделаю один элемент потом рядом 2 и буду чувствовать куда двигаться дальше мое колье еще наполовину закончена поэтому я буду продолжать дальше на этом я обращаюсь с вами надеюсь что мое видео было вам полезно не забудьте поставить лайк постарайтесь мне написать комментарий а на сегодня прощаюсь с вами до свидания всем всего доброго